ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Водителей наркоманов в России становится больше. В прошлом году дорожные полицейские задержали 22,5 тысячи шофёров, находящихся под воздействием запрещенных веществ. Годом ранее таких нарушителей было на 5% меньше. А вот число любителей выпить за рулём осталось на прежнем уровне 550 тысяч. Примерно каждый восьмой из них в прошлом году стал фигурантом уголовного дела. ТРАССА 101 Мы привыкли к тому, что кое-что в нашей стране сначала вводят, потом отменяют или отменяют, а потом вводят. Вот и уменьшенные дорожные знаки, одобренные почти два года назад, попали в опалу. Не соответствуют они требованиям, заявили в один голос несколько ведомств, в том числе МВД. Росстандарт, соответствующий ГОСТ, уже отменил. Будут ли демонтировать уменьшенные знаки и устанавливать новые, нормальные, естественно, за солидные бюджетные средства, пока не ясно. Добавлю, внедрение знаков обосновывалось необходимостью борьбы с так называемым визуальным мусором. ТРАССА 101 Автомобилисты в нашей стране задолжали по штрафам ГИБДД почти 11,5 миллиардов рублей. Речь идет о неплательщиках, которыми уже заинтересовались судебные приставы. За последний год сумма задолженности выросла примерно на миллиард. Специалисты связывают это с общим ростом взысканий за нарушение ПДД и, в первую очередь, с писем счастья. ТРАССА 101 Обновленному Hyundai Santa Fe присвоили начальный ценник почти в 2,5 миллиона рублей. Прием заказов стартовал. В линейке двигателей и кроссоверов появился новый агрегат с бензиновым атмосферником объемом 2,5 литра, мощностью 180 лошадиных сил. Работает он в паре с шестиступенчатым автоматом. В базовой комплектации имеются, кроме прочего, светодиодные фары, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем. ТРАССА 101 Правительство заплатит людям за то, что они откажутся от своих старых автомобилей и пересядут на общественный транспорт, либо на велосипеды, электросамокаты или другие экологичные средства передвижения. Такой эксперимент собираются провернуть в Великобритании. Сумма компенсации от полутора до трех тысяч фунтов стерлингов или приблизительно от 150 до 300 тысяч рублей по актуальному курсу. Под программу попадут авто с годом выпуска до 2006. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова